Тюрьма В пути горит огонек включенной видеокамеры. Это андроиды. Я не готовлю еду. Мне ее доставляет прямо в каюту автоматическая тележка. Мои тарелки и ложки сделаны из блестящего металла. Совершенно как в кино о космосе со мной общается командный центр корабля. То есть буквально голос из стены через интерком говорит. Три ноль два. Готовьтесь к санитарной обработке. А я отвечаю. Ага. Окей. Через 10 минут. Чай только допью. Привет! Это Навальный. У меня все нормально. Вот на местной каюте. Теплее и уюте. Я скоро люди. Привет! Это Навальный. У меня все нормально. Вот на местной каюте. Теплее и уюте. Я скоро люди. Поэтому, конечно, в этот момент я понимаю, что я в космическом путешествии, летящий к прекрасному новому миру Мог ли я, фанат книг и фильмов о космосе, отказаться от такого полета? Пусть даже он продлится три года Очевидно, нет Да, космические путешествия опасны Можно прилететь, а там ничего нет Полет может оказаться гораздо более долгим из-за навигационной ошибки Случайный астероид может уничтожить корабль, и ты погибнешь Но ведь часто приходит и помощь Дружественный сигнал Гиперпространственный тоннель, хоп, и ты уже на месте Обнимаешься с родными и друзьями в прекрасном новом мире Одно только есть большое различие с фильмами о космосе У меня совсем нет оружия А если на корабль нападут ксеноморфы Сомневаюсь, что от них можно отбиться чайником Пожалуй, заточу ложку о стену Привет, это Навальный У меня все нормально В одноместной каюте Тепле и уюте Где скоро люди Привет, это Навальный У меня все нормально В одноместной каюте Где скоро люди В одноместной каюте В одноместной каюте В тотju SEE В Есте В 1, 2, 3 Водху В этоми В следом случае В том числе Продолжение следует...